Сколько лет Многие наши соседи Застарились и умерли Разрушилась старая монастырская стена А я не старею И ты вернулся молодым, как будто не прошло и дня Это от того, что время течет вокруг нас Как вода вокруг камня И так будет, покуда ты будешь любить меня Я буду любить тебя всегда Значит, мы будем вечно молодыми И никогда не умрем У нас было такое мистическое знакомство Ночью, в три часа ночи Меня и Алова Вызвал некто Большаков Он был тогда министром кинематографии Но это было такое время Москва была темная Мрачная Машин не было А у нас и денег не было на машины И вот я проходил мимо родильного дома Улицы Веснина В тот момент, когда Как раз она родилась Так что первое Наше знакомство произошло Ну, как бы не очно А заочно Второй раз я с ней познакомился В Швеции В Швеции дело было так Отец ее был послом В Швеции Я был руководителем делегации Кинематографической Прекрасный зал Там прием А потом, значит Вот мы с ним уже сидели вдвоем С Николаем Дмитриевичем И дверь была открыта И по коридору Прошло нечто Вот с такой толщиной Косой Наверное, до пола Я говорю О, Николай Дмитриевич, это кто? Они были лет 13 Сколько у тебя было? 13 лет Говорит, это моя дочка Ну, это было, знаете, как шторка Так она прошла и все Ну вот А вообще-то она забыла сказать Замечательную вещь про себя У нее было прозвище В английском посольстве В Лондоне Ее все называли Запасной Черчилль Она была вот такая Значит, толстая Так ли? Правда Запасной Черчилль На Черчилля она была похожа Это ей было 2 или 3 года 2 года Она была теперь Абсолютной Черчилль Вы знаете, я даже думал Вот интересно Надеть на нее шляпу Дать ей сигару И поставить бутылку коньяку Рядом И снять И это будет абсолютной Черчилль Я выросла в Лондоне И, наверное, вот Это мое Пребывание там С 9-ти Месячного возраста Каким-то образом И определила мою судьбу Потому что Если бы я выросла в Москве То, конечно, бы мама Меня в 2 года Не потащила с собой в кино И вот так Мамина любовь к искусству Кино, к театру Она вот так Перелилась в меня Наверное, я выбрала бы Профессию отца Он был дипломатом Послом Но это очень замкнутая Очень тяжелая жизнь Которая для меня Была нереальной И в определенный миг Я поняла, что я не хочу Той судьбы и жизни Которые прошли Мои папа и мама И собиралась быть переводчицей Ну, вот его величество Случай однажды Появился Марк Семен Сейчас снялась в кино И вот так завертелась Эта жизнь Первый раз Наталья Белохвостикова Попала на экран В 1965 году Когда приехала на каникулы К родителям Стокгольм Режиссер Марк Донской Пригласил 13-летнюю Наташу Сняться в роли 75-летней Марии Ульяновой В эпизодах его фильма Сердце матери Позже, на просмотре этого фильма Она встретилась со своим Будущим учителем Сергеем Герасимовым И если бы он не собирался Снимать картину о Байкале И не увидел вот Белокурой Маленькой девочки 16-летней Какой-то вот Отзвук юности Наверное бы он Никогда не попросил Чтобы меня нашли А меня нашли только Потому что Вот Что-то сошли Звезды в тот мир И если бы этого не случилось Я бы никогда Сама не перешагнула Ступени Института кинематографии И если бы сейчас Сказали Наташу Вот завтра Первый тур Иди Прочти что-нибудь Я сказала Без меня Россия Встреча в самолете Они летели в Югославию В Белград На фестиваль советского кино Наталья Белохвостикова С фильмом Озеро Алов и Наумов Везли свой знаменитый бег Их места Оказались рядом А я ее просто Прошелся по ней Даже не заметил Потому что Я боролся С самим собой В этот момент Мне ужасно Хотелось курить Меня заставил Бросить курить Значит Гипнотизер Значит Я был под гипнозом Еще Я думаю Вот И Я Когда я видел сигарету Я все свои выбросил Или папирос Я бы хватывал Просто из рук Любого человека Знакомого Незнакомого Сигарету Брал ее В рот Потом Комкал И выбрасывал Вон Абсолютно Уверен Что она Подумала Что рядом с ней Сидит сумасшедший Потом я уже бросил Разминать сигареты Сказал Здравствуйте Ну так все жесть Хулиганство Фантазия Она была Самым молодым Лауреатом Государственной премии СССР И получила она Это Известие В Белграде И мы С Донским Под ее Подлезали К ней Под дверь Стучали И разбегались Значит Ну делали Всякие бяки Ну вот Потом мы там Отпраздновали ее Это была Очень Значительная Награда А что Насчет прозы Посоветуйте Ну как тут Посоветуешь Вкус У всех Разный Ну вот Раз что-то Понравится Нельзя объяснить Почему понравится Просто никто не поймет Сама От себя тоже Удивляешься А он нравится И все Тут У вас так Не бывает Нет У нас У нас Да нет Почему же Бывает Бывало Наверное Мы с Аллом Отдыхали В Питсунде Писали Значит Сценарий Но я ей Звонил По многу Раз В день Пытался На измор И Значит Но У меня Во-первых Все карманы Продырявились 15 копеечные монеты Были большие Во-вторых Я Со всей Питсунды Собирал Эти монеты Потом я купил У пожарника Вот Знаете Вот Через эту Такую Штуку Вот Все думали Что я То ли Бом Что ли Еще кто-то Который ходит Собирает 15 копеечные монеты Я экономил Для меня 15 копеечная монета Была дороже 100 рублей А там Глотал Стоял Трогладит Этот телефон И Глотал монеты Я бил по нему Кулаком И вдруг Оттуда Сыпалось Вообще Полсотни монет Я забирал Чужие монеты И звонил Звонил Позвонить можно? Да вы Прямую Ага Пара для меня Появилась Потом Через много лет А с Володей Я познакомилась По-моему В 48 Или в 49 В 49 Наверное Году Ну вы представляете Сколько лет Прошло Тогда Снимался Фильм Тарас Шевченко Режиссер Был Савченко Знаменитый И у него Были ассистенты Молодые режиссеры Среди них Был И Володя Высокий Весь В полете Такой Весь Какой-то Горящий И вот Прошли годы Годы Которые Приносили Творческие Удачи Которые Требовали Огромного Труда И знаний Он Обладает Всем тем Что нужно Вы кто? Я хотел вам помочь Снег 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 Кажется, что я вижу сон Право Великолепные Я думаю, что один из очень и очень немногих оставшихся у нас в кинематографе Профессиональных, великолепных, на мировом уровне режиссеров И все, что он не делает, можно просто закрытыми глазами идти к нему сниматься Он редкий режиссер, редкий художник Таких мастеров у нас мало С такой фантазией, с мышлением, с таким, понимаете С таким-то даром божьим И поэтому я считаю, что Наташе повезло Для актера всегда найти своего режиссера Это Ну это судьба, вы знаете, это случай А ему найти, да, актрису, в которой можно воплощать Свои образы, свои идеи, вы понимаете И вот это вот единство их потрясающее в этом Вот ваше правосудие Что весит больше? Жалкий грош, на который не купишь гнилых бобов Или голова ламмы величайшего мыслителя Кусок презренного металла Или великий мозг Сейчас проверим Все сюда, все кулиншпигелю Каждый может увидеть свой портрет Как в настоящем, так и в будущем Только здесь, в соломенной ране Все кулиншпигелю Мы начали снимать Картину Легендотерик Напряжение, конечно, было колоссальное С одной стороны Я ее Очень, как бы Пытался оберечь Потому что съемки были жуткие Страшные просто Кто здесь? Это я Налиточка Тлины Женщина Помоги нам Выведи на дорогу Подойди ближе Не бойся Дай руку мне Дай руку мне С другой стороны Она была моя жена Она должна была хорошо играть Обязательно Поэтому нельзя было ей Давать никакого Спуска А потом она бы и не согласилась На это никогда Я же ее знаю С интересом наблюдал И наблюдаю За этой удивительной парой Именно парой На умах Как он предан Наташе Понимаете Так он предан своим темам В искусстве Вот это Поэтому Белохостика У него Это тема Еще его Лирическая тема Которая Я не знаю Стиле ли у Леншпигеля Она началась Потому что Более поэтического Образа Который Наташа Создала В этом фильме В ее образах Я не видел Ты знаешь Тогда мне снится Что мы с тобой Уже жили однажды И снова будем жить Через много-много лет Я опять буду ждать тебя И опять будут эти корабли Этот фильм И опять сожгут глаз Но это будет В далекой неведомой стране Где никогда не бывает снега И мы с тобой будем другие Будем говорить на другом языке Но это будем мы Она знала не только свою роль Она была у истоков Замысла И картины всей И она была В контуре вот этой картины В самом середине Ламмы, мой верный друг Не надо роптать на судьбу Ибо нет ничего прекраснее Чем скитаться И терпеть нужду Во имя свободы Хватит Довольно Ну ее к черту Эту проклятую свободу Какой в ней прок Что с ней делать Мне холодно тебе Холодно Ты в нее не завернешься Как в обечий тулуп В твою проклятую свободу Я хочу жрать А ее не поджаришь На вертелье Меня привезли на съемочную площадку В годе Когда я была совсем маленькая И у нас семейная легенда О том, что Помнить это невозможно А я помню Это снималась картина Легенда о Тиле Улиншпигеле У мамы развивались Ветродуем волосы Было очень красиво У нее есть такое Какое-то чувство Давать людям хорошее Пытаться спасти Тех, кому грозит опасность В жизни Мы летели в город Анфлер Во Францию На фестиваль Самолет уже пошел на взлет И А у меня Сделалось не совсем Важно с сердцем Так что вы думаете Это тихое Существо Оринулось К летчикам К этим Долбитим В будку Все перепугались Думали Что террористка И поклялась ему Что я твоя жена И получила право Видеть тебя Я не остановлюсь Ни перед чем Чтобы попытаться Спасти тебя Они остановили самолет Уже вызвали машину Все Вот она способна Остановить самолет На взлетной площадке Вы можете представить Что это такое Там ведь расписание Уже второй выруливает Там вы В общем Да Вот таким образом В ней оказалось Что Я даже и не подозревал Что там внутри Когда мы снимались С Наташей Белохвостиковой Наумова В фильме Десять лет без права Переписки Я замечал Когда Наташи Не было на площадке С Науму Невозможно было работать Потому что Ну он сам по себе Очень темпераментный человек Заводной Иногда бывает Очень жесткий На площадке Вы знаете Это смерч На площадке Потому что Столько темперамента Там Страсти Понимаете Причем сумасшедшая фантазия Пошли Нет, я не пойду Пошли Иди со мной У меня крошится голова, Миша Ну, куда пошла? Ну, я не пойду Я боюсь высоты Ну, не пойду Ну, не бойся Я же рядом Ну, что ты Иди сюда Иди сюда Что ты, Илья? Давай Перебирай Перебирай ножками Шевелись Давай Ну, я боюсь Не бойся Я боюсь Давай, спускайся Я боюсь, Миша Ну, не пойду я туда, Мишенька Спускайся Ну, не пойду я никуда Я тебе сказала Ну и чапай отсюда. Зимой, лето снимали. На крыше Дома правительства на семи ветрах было ужасно холодно. Ее забыли на крыше там, вот этого Дома правительства. Она там замерзла до костей и не знает, как оттуда выйти. И сцена была такая. Мне очень хотелось, чтобы она выругалась матом. Она интеллигентная очень, поэтому она никогда не допускает никаких нецензурных слов. И вот она подбегает к этой крыше и говорит, ага, дворники, дворники, мать ваша, и уходит. Она не сумела довести эту прекрасную, с моей точки зрения, фразу до конца. Дворники! Я тут, на крыше! Ну поглядите, чтобы наконец-то вид, кому говорю! Сюда! Валька пьяная с дружками душой. Ходи, чего здесь давали? Эй! На помощь! Мать ваша! Этот дубль остался. Дубль остался. И ставили именно этот дубль, да. Все равно у нас темпераментный Владимир Наумович. Он может крикнуть потом как-то вот все. Он говорит, а чего это вы? Я говорю, пап, ты же накричал. Я кричал? Я кричать не умею, говорит папа. Это вот характер. Что он делает с актерами? До бесконечности любя артистов, он придумывает такое сумасшествие. Помню, вот здесь в срок переписки, когда мы снимали в чудовищных каких-то подвалах грязь, вода. Я на своем этом протезе, значит, там хромаю. Меня бьют флагом по башке, у меня наступает косоглазие. Я теряю память, падаю на бедную Веру Сотникову. Но тут замечаю лежащего инвалида, безногого. И говорю, о, валенок тебе дарю. Вот это все было придумано Наумовым, просто вот на площадке. У него замыслов уже много, да. Вот уже поговаривает, чтобы мне опять восстановить свою хромоту. Да, 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 да. Только я умоляю его, чтобы он меня в кадре не стриг ржавой, значит, машинкой. После того, как я это подстрижку, это как вспоминаю, это с ума сойти. Когда он нашел ржавую эту машинку, значит, стричь волосы, и в кадре заставил, значит, Борю Щербаков меня подстригать. И у меня слезы текли от глаз, потому что с корнем вырывались волосы. Наумов кайфовал, сидел за камерой, прям, ой, какое удовольствие получал. А у меня слезы текли от этой боли, от дикой, все. И он говорит, Саша, какой ты талантливый артист. Ну надо же, прям, и слезу даже нам выдал. Я массу людей видела, которые приезжали за границу к отцу. Я встречалась с премьер-министрами, сидела с ними с одним столом. Папа меня познакомил с королем Швеции. То есть я много чего видела до знакомства с Володей и до входа в мир кино. И когда я снялась у Герасимова, познакомилась с Василием Макарычем Шукшиным, это были люди немножко иные, потому что они просто биологически другие. Наверное, человек, который может рвать так свое сердце и уходить в 40 лет, они другие, просто другие. Другой Смоктуновский, другой Высоцкий, другой Шукшин, другой Даль, Дворжецкий. Это все мои партнеры. Ах, Тон Гуан, как сердцем я слаба. Залог прощения мирный поцелуй. Пора, поди. Один. Холодный. Мирный. Какой ты не отвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Скройся, Дон Гуан. Прощай же. До свидания. Друг мой милый. Михаил Санчульянов, удивительный, замечательный, который был на нашей свадьбе. Мой учитель Геразимов. Да нет, даже вот я когда, вы же собирались снимать Мастрояне, и Станину Гуэра писали сценарий. И Мастрояне приехал тогда из больницы. И я вот до сих пор говорю, и считаю, и буду считать так всегда, что актеры это вообще одна национальность. Мы все одинаковые. Все. Делон, Мастрояне, Смоктунов. Все ранимые. Живущие на каком-то пределе душевном. Люди очень ответственные. И чем выше класс актера, тем это все острее проявляется. Они будут подмастерьями. Они будут пытаться проникнуть в суть вещей, в суть души. Это кто рисовал? Я рисовал. Это писал Брейгель 500 лет тому назад. Смотрите, в середине, в профиль, куда-то бежит. Видите, это может быть я. Мой стул. Вы знаете, Станислав, порою мне кажется, что все мы, да, нет, вернее, все они, все они здесь. И вот эти люди ушли, их нет. Их, вот эти... На их место. Никто не приходит. И я боюсь, что в ближайшее время и не придет. Почему здесь лельс? Должна быть причина. Да ясно почему. Загадочная русская душа. Погоди. Погоди, мы еще не то построим. Стоим немножко. Поша! А нахрен нам и на улице сидим? Красиво. Угарно. Это маленькое слово, почему, разлито по всей вселенной. С возрастом некоторые художники, наоборот, как бы используют прежний свой какой-то капитал. А действительно великие художники, они как раз с возрастом расцветают. Им как-то становится ясно, они как бы от чего-то освобождаются. И я надеюсь, что это вот и происходит как с художником Владимиром Наумовичем. Наумов трагический художник, он философ, прекрасный художник, как график. Это мало кто знает, вот из зрителей я имею ввиду. Он удивительный рисовальщик. Кстати, я очень горжусь, у меня несколько его работ есть. Вот у меня есть одна картина, знаете, собака лежит. Вот представьте, белый квадрат, лежит собака с грустными глазами, смотрит на зрителя. Вот как бы на кто смотрит эту картину. Рядом обглоданный скелет рыбы, непонятно какой. Но рыба тоже с грустными глазами, этот скелет тоже смотрит на тебя. А вверху на ниточке, на ниточке висит электрическая лампочка. Но она не горит. Она просто лампочка, контур. На эту картину можно часами смотреть. В этом вот мире, вот в этом мире весь Наумов. Это вакуум, вакуум, который ждет заполнения. Идеями, красками, образами. Так же и в кадрах в его, в кино. То же самое. Там столько информации. Столько... Я всегда вспоминаю сцену Евстигнеева и Ульянова в «Беге». Сколько там придумано! И игра в карты, и это питье из туфельки, это... И этот пот, и эти выпученные глаза, и это сумасшествие. Это, ну, фантастика просто. Это фантастика. Вновь дубля. Что там, бля? А, дубля. Попрошу наличными. Григорий Лукьянович, бросьте это. Бросьте перьже. Ну, а помнись, слышь, уйдем отсюда. Ты азам, ты промоша. Вот что тебя губит. Это потрясающая энергия фонтанирования, когда ему все интересно. Он постоянно сочиняет. Он либо пишет сценарии, либо рисует, либо он постоянно в каком-то творческом процессе. Дочка моя! Не видел? Нет? Послушай. Я твою дочь нашел. А? Где? Дочь нашел. Садись. Как где? Ты просил? На улице? Ты что, с пятен? Это же Вонгин. Посмотри на глаз. Да. Странно. Такая маленькая точка обмещает все образы вселенной, представляешь? Все подобия предметов и через крошечный зрачок посылает их внутрь, в то место, где совершается зрение непостижимо. Вы знаете, я дружил с Феллини. Очень долго. Сейчас я вам скажу. Наверное, больше 30 лет. Каждый раз, когда я приезжал в Рим, я ему звонил, мы встречались с ним. Вот. Разговаривали. Мы сидели в каких-то ресторанчиках, говорили о жизни, о мире, о том, что нас окружает, о самих себе, о кино, конечно, и так далее. Это было потрясающе. Это был настоящий гений. Феллини. Он, как вот наши физики, если серьезно говорить, сумели разложить атом или на атомы, материю, до такого состояния, что могут уничтожить вселенную, как говорится. Вот он так разложил человеческое сознание. Картина «Восемь с половиной» это, я считаю, абсолютный шедевр. Как-то мы шли с ним по Риму, и он мне сказал, что мой зритель умер. Печальнейшие слова великого человека. Я как самолет, который взлетел, а аэродрома нет. А в это время к нему подходили молодые ребята, девочки, там и брали у него автограф. Джулия Томазина шла. Ну, у нее тоже брали, но поменьше. Все на него почему-то кидались. Я говорю, ты кокетничаешь? Он говорит, нет. Просто они знают, что я с Феллинией. Всякие газеты пишут, журналы. Это поколение клипового сознания. И дело в том, что им скучно. Они знают, что есть Феллинией. Им интересно прийти и начать смотреть эту картину, но им нужно, чтобы мелькало все, чтобы быстро сменялись кадры, цвет. Им скучно и неинтересно остановиться и проникнуть в серединку. Посмотреть, чего я там хочу сказать-то? Про Феллиния хочу сказать одну мистическую историю. Мы приехали с Володей к нему на кладбище, когда она уже закрывалась, и шел проливной дождь. Но не просто проливной дождь, это была страшная гроза, и мы приехали к кладбищу, и оно закрывалось. В тот миг, когда мы подходили, и мы вот этому смотрителю сказали, можно мы войдем? На секундочку, потому что мы из России. Мы были знакомы вот с Феллинией, с Мазиной. На минуточку, пустите нас, пожалуйста. Он нас пустил. Мы вошли. И в тот миг, когда мы вошли, подошли к могиле, вот над нами образовался кусочек синего неба, перестал лить дождь. И вот те минуты, которые мы постояли там, была совершенно какая-то мистическая тишина в природе. И только однажды раздался гром. Как будто кто-то сказал, ребята, я знаю, что вы тут. И тогда я первый раз увидела, что вот там было написано Федерико Феллини, Джузлиета Мазина, и еще был Пьер Федерико Феллини. Я тогда вот впервые узнала, что был малыш, который погиб. Малыш, совсем маленьким. Маленьким, сыном. Ты знаешь, о чем я думала? Нет. Я думаю, что я самый счастливый человек на свете. Транно, правда. Меня только что хотели убить, а я счастлива. Марин, тебе надо уехать отсюда немедленно. Пойми, нам надо расстаться, иначе нельзя. Я могу причинить тебе горе и несчастье. Может быть, даже смерть. Хорошо, я отправлю тебя на несколько дней замкрыть, там ты будешь в безопасности. А через три дня я за тобой приеду. Прошу. Они живут какой-то другой жизнью. Они живут, так скажем, менее суетно. Их окружает художественное творчество. Сейчас остались вот Тонина Гуэра и Франческо Роси, с которыми я в очень хороших отношениях. Они спорили с Тонина, с Феллини. Феллини говорил, что человечество живет в городах, больших, в столицах. А Тонина говорил, человечество живет в провинции. Потому что я тут слышу, как падает снег. Мне понравилось несколько его рассказов. Я ему говорю, давай я их сниму. Он говорит, ну давай. Но он потрясающий, с ним работать великолепно. Он не спорит совершенно. Я говорю, ну мне это не нравится. Он говорит, таля! Таля, значит, все, баста, нету. Другой давай придумаем. Придумаем другой. Мы сняли с ним картину «Часы без стрелок». Часы, предлагай. Я покупаю. Сколько стоит? Немного. Так и не знаю про Дамли. Почему вы тогда выставляете? А зачем он тебе? Не знаю, понравилось. Захотелось купить. Ну так он-то, он же без стрелок. Ну, я вижу, он тикает. И сняли картину, которую я очень люблю, «Белый праздник». Где Наташа играет потрясающе совершенно, хотя у него такой эпизод. Ну зачем ты вернулся? Что тебе от меня нужно, а? Маша, пожалуйста, выслушай меня. Мне нужно сказать тебе самое важное. Ну говори. Говори. Сегодня. Сейчас. Я потом могу не успеть. Я сегодня должен сказать... Говори. Прости. Что? Прости меня. И это все, что ты хотел мне сказать. Прости. Когда я ее пригласил на этот эпизод, я вижу, она что-то как-то так замялась. Там большие роли, и даже у дочки главные роли. Я говорю, «Наташа, ну Делон снимался у нас в Магнезе, чем меньше эпизода». Машина занята. Да, я вижу. «Наташа, ты опасна. В какую сторону вы едете? Можно я по пути?» А, бульвар распай. Замечательно. Это совсем рядом. Мне нужен аэропорт. Это совсем другую сторону. Господи, ну вам-то какая разница, в какую сторону ехать? Вы же видите, мы все согласны, но он молчит. Он думает, что он избавился от меня. Кто? Да этот адвокат. Но его ждет сюрприз. Я достану его из-под земли. Не сомневаюсь, мадемуазель. для... Натали Луни. Инспектор полиции Фош. Терпеть не могу полицейских. Впрочем, сама не знаю почему. Благодарю вас, вы очень любезны. Поехали, поехали. Я же опаздываю. Ну что же, поехали. Несмотря на то, что родители очень много работали и уезжали в командировки, я жила с бабушкой, с дедушкой, но они мне звонили буквально каждый день. И от этого вот чувства оторванности у меня не было. Любовь папы и мамы я чувствовала всегда и благодарна им за это, за то, что наша связь, она как бы не прерывалась. И я стала поступать вот во ВГИК на актерский факультет. Я снимала в то время с Ромашиным, и я... А он был в комиссии. И я помню, мы его спросили, есть дети хорошие? Он говорит, там девочка одна замечательная. И назвал стихотворение, которое читала Наташа. И вот я тогда поняла, что может быть... А мне он сказал... Слушай, вот интересно, там какая-то девочка очень хорошая есть. Ты представляешь себе, вы однофамильцы. Она кончала у Джигарханяна и философа актерский факультет. И у Аллы Сориковой и Муратовой... Лежащевский. Я сколько знаю Наташу, там чуть ли не с детских лет, она готова к полету, к свободному парению, понимаете, вот. Но пока крылышки ей связывают, 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 понимаете, вот. А у нее свой полет, понимаете, вот. На уму надо тоже вот это вот... Значит, это... Дай полет, потому что у Наташи свой мир, другой мир. Она же много снималась. Я был уверен, что она пойдет в актрисы. Нет в режиссуру. Тут уже влияние на Омова. И вот когда мы начали снимать картину «Год лошади», где она была уже режиссером, то... пока шел подготовительный период, все как бы разбивалось совершенно тихо, спокойно, и я видела мягкого человека. Но когда начали снимать, буквально на второй день, я поняла, что она его дочь. Вот когда они снимали эпизод с Михаилом Александровичем, ульяном, который был болен, а ей так хотелось сделать так, как она сочинила. И она бегала, я помню, к нему на третий этаж с улицы. И вот пока это не случилось, вот она бегала, 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 бегала и говорит, я понимаю, что ему тяжело, я понимаю, что сейчас он, наверное, откажется, но я так хочу, чтобы был еще один добрый. И в конце концов, сняли так, как она просила. Маша! Маша! Не обижайтесь! Маша! Извините нас! Простите! Берегите Сеню! Он принесет вам счастье! Конь! Ведь он не человек! Девчонки, если полюбит, то полюбит! Без условий! Берегите лошадь! Простите нас! Красная кавалерия! И про нас были не киричисты! Мы с мамой после этой картины вообще мы и до этого были подругами, а здесь уже понимание друг друга с полуслова, с полувзгляда, потому что мы весь этот путь, конечно, прошли вот так вместе. А вам, Мария, кто-нибудь говорил, что вы очень хорошие? Хороших людей нынче почти не осталось. Талантливые, пробывные, даже интересные, а хороших почему-то нет. Ну, а сами, сами вы кто по профессии? Вот интересно! Сколько вам про свою жизнь рассказывал, а самое главное забыл. Да разве это нормально, Мария, если в моей душе семейный дрязг занимает больше места, чем моя профессия? Так бывает, к сожалению. и мне все больше нравитесь. Масенька! и не а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-аа-аа-а! Я думаю, что это для Наумова, вероятно, имя Наташа. Это какое-то святое имя, которое для него символичное, что ли. Поэтому дочь назвали тоже Наташей. Снималась она у меня в картине «Белый праздник». Она играла со Смоктуновским и Джигарханяном, своим учителем. Особенно Иннокентий Михайлович. Она рассказывала мне потрясающие вещи, которые я сам не замечал на съемке. Это была его последняя роль. Последняя роль в его жизни. Но это феноменальный актер. И он больной. У него было с сердцем очень плохо. Ночью звонил мне, когда няньки все расходились из реанимации, под капельницей. Говорят, слушай, а что если мы вот этот эпизод вот так вот снимем? Вот. А Наташа мне сказала, когда он выходил, у него мокрые руки были. Он волновался. Ты пишешь, что мы не похожи на своих отцов. Нет, пап. Ты ошибаешься. Это просто такое зеркало. Поэтому такое тусклое отражение. Ты посмотри на меня. Я на тебя похожа. У меня такие же глаза. Я? Это ты. Только у тебя есть какая-то тайна. Ты знаешь что-то, что я не знаю. Перпетумобили никто не может выдумать. А мы выдумали. Вот у нас есть Перпетумобили. Мы тут разговариваем о съемке, возвращаемся, начинаем думать, как надо снять эпизод, который уже снят. Наташа уезжает домой, звонит вечером и опять. Она начинает звонить, рассказывать, как надо было бы снять, и что мы что-то не то сняли. И вот так круглые сутки, кино, 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 кино. Она вся жизнь утоплена в кино. Действительно, каждый день расписан буквально по минутам. А иначе и быть не может. У Владимира Наумова много обязанностей. Он президент киноакадемии России, член Европейской киноакадемии, член правления киноконцерна «Мусфильм», генеральный директор компании «Союз Навона». Вместе с Натальей Белохвостиковой они входят в состав Орбкомитета по проведению Года семьи в России. А Наталья Николаевна пятый год является президентом кинофорума «Я и семья». Сегодня в кабинете Наумова на «Мусфильме» рабочая встреча по подготовке к съемкам нового фильма. Его название в России «Дет снег». Режиссер-дочь Наталья Наумова, продюсер-отец Владимир Наумов. И, конечно, будет сниматься мама, актриса Наталья Белохвостикова. Недавно эта замечательная творческая семья пополнилась еще одним членом. Появился маленький человечек, четырех с половиной лет от роду, приемный сын Кирилл. Этот ребенок, который попал сейчас в наш дом, уже до нас порцию беды, боли, отчаяния, несчастья. Одиночество. Одиночество. Он все получил. Если бы не она, он бы ушел по этому коридору, и что бы с ним было, я лично не знаю. Мы ему какие-то подарки там принесли с этим, и он шел, шел, обреченный, он шел в никуда. Вот. И она его остановила и говорит, подожди. А вот. А просто она приехала и сказала, я его возьму. Я не могу его. Она его взяла. И мы все его обожаем. Я была потрясена. Знаете, я знала, что они добрые люди, но еще и отважные. Потому что нужно время для того, чтобы мальчик вырос, и чтобы он встал на ноги, и все это. Они, конечно, отважные. И я думаю, что с их добром, с их сердечностью и с их желанием сделать хорошо, будет хорошо. Он к матери не идет. Говорит, не идет. Он идет ко мне. Он знает, что я смотрю бокс. И он тут же подсаживается. Я говорю, да тебе спать надо. Сейчас уже 12 часов, первый час. Ты что делаешь-то? Если мама узнает, знаешь, что будет? Я говорю, Кирилл, ты очень хитрый. Он говорит, да, я ужасно хитрый. Я хитрован. Я считаю, что ребенок должен жить, дыша тем воздухом, который дышат его близкие люди. И если ему дано, он должен напитаться этой жизнью и этим опытом, и этими отношениями. Семья – это все. И вообще, куда ни кинь, везде семья. Почему такое странное представление, что семья – это только до 4 лет ребенок? Нет, я тоже семья, извините. Самое главное, что в этой семье много добра. Вот это сохранить нужно, чтобы это добро досталось, досталось по наследству. Это будет самым дорогим и большим наследством для Кирилла, для мальчика, который подрастает. Но я думаю, что и Наташа маленькая тоже повзрослеет, поэтому Кирилл будет всегда под опекой. Вот это замечательно. Такую судьбу, как у Наумова с Белохвостиковой, можно пожелать каждой молодой паре, которая вступает в жизнь как пара. Потому что там и взаимное уважение, и понимание, и любовь, и терпение, и знание, и умение. Все-все у них есть. Если тихонечко открыть квартиру и войти, то слышишь безумный хохот и фантазии. И вот эту атмосферу творчества, зажигательности, искрометности, я считаю, что это и есть их жизнь. Я им этого желаю, чтобы это продолжалось. Любовь, она очень странная вещь. Она, как бы, ну как вам сказать, она многосторонне, поворачивается разными своими частями и сторонами в течение человеческой жизни. Вот. Но она любовь. Надо любить, и все. У нас полная демократия, и при этой полной демократии бесконечная любовь друг к другу, которая и дает, наверное, вот тот результат, который позволяет жить долго, счастливо, уютно, тепло. И иметь дом, в который всегда хочется приходить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok